дорогие друзья мы с вами говорим об опорно-двигательной системе нашего организма она состоит из скелета и мышц скелет состоит из костей свою очередь кости соединяются друг с другом определенным образом в этом видео я вам расскажу как и приведу примеры итак начинаем рассматривать соединение первое это неподвижное соединение по-другому она называется непрерывным кости соединяются друг с другом при помощи швов прочно срастаются таким образом у нас соединяются кости черепа за исключением нижней челюсти нижняя челюсть прикрепляется к височным костям и прикрепляется она подвижно вот а вот все остальные кости да там затылочная лобная темная они соединяются при помощи швов и кости таза также у нас соединяются неподвижно идем дальше полуподвижное соединение по другому полупрерывное или же полусустав полусустав называется так потому что между костями находятся хрящевые прослойки и они на кости относительно друг друга находится в движении но не так свободно например позвонки да мы можем спокойненько наклоняться вперед мы можем спокойненько наклоняться назад но опять же есть какая-то определенная точка дальше которой мы наклоняться не можем ребра и грудина при вдохе выдохе это все у нас происходит вот эти вот соединения они прям работают и последнее соединение это подвижное соединение по-другому она называется у нас прерывистым или суставом вот например смотрите да я спокойненько сейчас делают такие вращательные движения работает у меня локтевой сустав локтевой сустав колено сустав голеностопные лучезапясный и так далее их достаточно много и сейчас мы с вами будем детально рассматривать как он устроен друзья поговорим о строении сустава сустав это подвижное соединение которое образует две кости расположены определенным образом у нас есть кость который имеет суставную впадину и кость который имеет суставную головку и у нас получается головка она входит вот в эту впадину и когда у нас происходит движение до движение происходит таким образом эти кости у нас располагаются суставной сумки суставная сумка выделяет жидкость которая также называется как правильно суставной зачем нужна эта жидкость а эта жидкость защищает кости от трения и еще такой момент И впадина, и головка содержит хрящ. Хрящ также выполняет защитную функцию. Мы с вами рассмотрели строение сустава. Данную картинку, пожалуйста, себе зарисуйте и визуально запомните.